35-летний Тань Куй работает курьером в одном из супермаркетов Шанхая. Он отчётливо ощущает новую вспышку ковида. Ему необходимо собирать и развозить больше заказов, чем обычно. До вспышки мы доставляли около 50 заказов в сутки, но в последние два дня у нас было уже около 70 заказов в день. Из-за карантинов и ограничений в супермаркетах возник дефицит персонала. Многие микрорайоны сегодня временно находятся на локдауне. Из-за этого около четверти наших сотрудников не могут выйти на работу. Сотрудники этого магазина работают круглосуточно, чтобы выбрать, упаковать и доставить заказы вовремя. Пытаясь восполнить нехватку рук, ритейл запустил программу обмена персонала. В супермаркеты приходят работать люди, временно оставшиеся без работы в смежных отраслях. Большинство переходят из ресторанного бизнеса, которому приходится закрываться на время вспышки. Когда ситуацию удастся взять под контроль, все вернутся на свои прежние рабочие места. Я работаю в ресторане в соседнем торговом центре, который закрылся из-за пандемии. Мне 11 лет, я студент. Я пришел сюда всего два дня назад. Вернусь в ресторан, когда он снова откроется. Конечно, новый персонал необходимо обучить. Мы подготовили программу, рассчитанную на неделю, которую можно пройти как онлайн, так и офлайн. После этого можно сразу приступать к работе. Обязанности в основном включают в себя выбор товара, упаковку и доставку. Сотни людей в Шанхае встали в очередь, чтобы стать временными сотрудниками. Аналогичные инициативы предприняты в других городах Китая, где наблюдаются вспышки COVID-19.